Ростом цен на продукты никого не удивить. Интересен другой факт. Стоимость одних и тех же товаров в разных магазинах Мирного отличается. Из чего складывается цена пачки макарон или килограмма масла? Почему с началом навигации стоимость продуктов продолжает расти, ведь доставка по воде дешевле авиационной? На эти вопросы искала ответы Мария Урцева. Любовь Крутакова – пенсионер. За каждый поход в магазин тратит в среднем 3000 рублей. Запастись старается минимум на неделю. Рыба, молочные товары, овощи и многое другое. Чтобы позволить себе такой разнообразный рацион, ей приходится дополнительно подрабатывать. Отсюда и непонимание, почему в городе такие высокие цены и почему в разных торговых точках они отличаются. В одном магазине одна цена, в другом заходишь другая, а на рынке, смотрите, кто их проверяет на рынке. Если я зашла в журавушку 230 рублей абрикосы, то на рынке были 700. Я говорю, вы что, я прихожу, ругаюсь даже. А рыба какая дорогая, на севере рыба такая дорогая. Это что ж такое? Очень дорого. Возмущение жителей можно понять. Даже с началом навигации цены не снизились. А ведь доставка товаров летом по воде существенно дешевле, чем самолетом зимой. Так из чего складывается его стоимость? И почему в разных магазинах одни и те же продукты стоят по-разному? Они как в прошлые времена, так и в нынешние времена зависят от следующих обстоятельств. От стоимости транспортной составляющей. Транспортной составляющей на сегодняшний день она очень высокая. Энергоносителей второй. Транспорты за нынешний год возросли приблизительно на 50-60 тысяч. Дорог у нас нет, чтобы доставить. Которые есть дороги, которые везти по технологической трассе Ускут-Мирный, Ускут-Ленск вернее. Она тоже платная. Вопрос этот не решается в принципе. Дело в том, что зависит от оборота. Продажи зависят от оборота. И все зависит от дневной выручки, выручки в целом по итогу за месяц. Поэтому сомнение формируется, исходя из этих планированных показателей. Чем выше оборот, тем предприниматель может себе позволить сделать наценку немного ниже. Каждый предприниматель устанавливает цену на товар, исходя из понесенных затрат на его доставку. Например, выросли цены на топливо, в магазине соответственно дорожают и продукты. Не завышать цены продавцам и производителям могла бы помочь круглогодичная автодорога Ускут-Вилюй. Она могла бы связать Якутию с материком. Тогда предприниматели не зависели бы от навигации и тарифов на авиаперевозку товаров. Однако такая трасса, похоже, появится еще не скоро. Цены на большинство продуктов зависят от аппетитов предпринимателей. Единственное, что могут контролировать местные власти, наценку на продукты и списка социально значимых продовольственных товаров. В перечне 11 наименований – хлеб, мука, сахар и другие. Мария Урцева, Тимур Шережек, телеканал «Алмазный край».